Девушки отдыхают Варкрафт Остановились мы на чем-то И теперь мы продолжаем это что-то Скоро настанет время проливать кровь наших врагов Но сначала ты должен увидеть то, что собираешься уничтожить Нельзя безоглядно бросаться в битву Не имея представления о том, с чем тебе предстоит столкнуться Именно это отличает рыцаря смерти от безмозглого вурдалака Мой защитник, я дарую тебе возможность заглянуть за пределы досягаемого Ты воспользуешься оком Акеруса И познаешь тайны наших врагов Завершить Око Акеруса Возвышается над этой платформой С его помощью ты вызовешь сон Ты рассмотришь в деталях укрепления Алого Ордена в новом Авалоне И благодаря особым способностям Ока сделать это проще простого С помощью функции Блять функция, да Он именно так и хотел сказать Функция Это же Логично Все говорят функция С помощью функции поглощения информации Тебе нужно проанализировать Кузню, ратушу, крепости, часовню Механизмы управления оком находятся по обе стороны этой платформы Не теряй времени Эта земля будет принадлежать плете Ибо Того желает король Лич Все Должны Умереть Все должны умереть, сказал он Король Лич на самом деле Это первый рыцарь смерти Который Если вы не знаете Это был Артас Минитил Который Нашел Фрост Морн И Фрост Морн уже Поглотил Можно сказать Его душу Ледяная скорбь Скорбь Как она переводится И И После этого В бою с Иллиданом На Ледяном троне Артас Минитил Победил Иллидана И взял Маску Нерзула Таким образом Король Лич Это и есть Нерзул А от Артаса Ничего не осталось Можно сказать Возможно В инстах В инстах Ледяной короны Когда мы будем Проходить с Человек Фростом Если он все таки Обдуплится И Сможет Разобраться с этой игрой Потому что Сейчас он не может В принципе в нее играть Мы Будем Проходить инст Не помню Как он называется Что то про Кузню По моему Ледяная кузня Или что то Нет Не ледяная кузня Ну короче Там будет рассказывать Историю Мы будем сопровождать Джайну Проудмур Собственно Возлюбленную Артаса Которая Вот Око Акеруса Совсем не напоминает Око Саурона На вершине башни Ну что ж Нам управлять Пока им не дают Но дадут Вы не бойтесь Что у нас есть Поглощение Собирает важную информацию О строении Призывает вардалаков И нападает на противников Маскирует Маскирует Дабы действия В бой Снимает маскировку Так Ну что ж Нам нужно изучить Эту фигню Давайте Оп Вардалаков Призвали Изучаем Почему то не изучается А вот Поглощение Керуса Ой Они моих Вардалаков Замочили Все Изучил Ну Довольно быстро Они его Расстреливают Конечно Вот такие вот дела Что еще нам нужно Собор Не стреляйте В Око Мудаки Нет Бейте Урдалаков Не стреляйте В Око Сейчас Короче Убьют Его еще и замедляют Но это капец просто Я понимаю Когда Замедляют Когда Ты это Спиной бежишь И тебя по спине бьют Идет замедление Это такая механика Игры Но Блин Когда тебя Замедляют Стрелами А ты В это время Око Это по меньшей мере Странно Так Ну что же Мы призываем И Изучаем Надеюсь То что нас Не убьют Сейчас Иначе придется Брать новое Око 300 хп И 100 хп Но я справлюсь Я справился Но Нет Я еще не справился Нужно еще одну Точку изучить Это Кузня 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 Что здесь похоже на кузню Я пока не вижу Вот вроде кузня Нет Тут просто труба Они как бы красными стрелочками Обозначаются Но как-то не очень А вот кузня Это кузня Серьезно Это часовня Что же в ней Кузни Кузнева Кузненного В этой часовне Нет Ничего Связанного С кузней На мой взгляд Невозможно Делать это На ходу Но я делал Это не на ходу Ну что ж Собственно Думаю Мы справились По какой-то причине Не засчиталось Наверное Потому что Это Не блядская Кузня Была Да Я уже их изучал Я просто думал То что Эй Я ведь уже Изучил их Наверное Стрелочки должны пропасть Но нет У них другие планы Куда ты стреляешь? А Тут еще один Рыцарь смерти ДК То бишь Дэдкнайт Решил Я Я промазал Вы понимаете Всю Глубину данной ситуации Я Промазал Как я мог Промазать Вызовом Вурдалаков Кто мне Объяснит Ну хорошо В общем-то Заканчиваем Мы разведали Обстановку То что нам нужно И теперь Надо сдать Квест Королю Лечу Как мы Ожидали Они готовятся К битве Но я чувствовал Там Кое-что другое Присутствие Старого врага Которого считал Уничтоженным Много лет назад Впрочем Это не важно Мы обрушим На них Всю мощь плети Прежде чем Они успеют Опомниться У них не будет Ни единого шанса Защитить себя И свои дома Завершить Слушай меня Рыцарь смерти Ибо мои слова Развяжут Великую войну Я вынес Свой приговор Смерть Всем И Каждому Никто более Не посмеет Бросать вызды В плети Не понеся Должного Наказания Ты верно Послужил мне Выполнив Первое поручение И теперь Я ожидаю От тебя Не меньше Усердия Передай мой Приказ Верховному Лорду Могрейну На командный Пост Акеруса Скажи ему Что мы Начинаем Наступление Когда Когда Лордин Пойдет Мы Покончим С серебряным Рассветом Ну мы знаем То что С серебряным Рассветом Он не Покончит В итоге Конечно же Серебряный Рассвет Покончит С ним Хотя То что Серебряный Рассвет Вклад Серебряного Рассвета Скажем так В победу Довольно Мал Они Сломали Дверь Это в общем-то Все Что сделалось Серебряный Рассвет Ну что ж Верховный Лорд Дарион Черный Амулет Ну как видите ДК и так Сразу же Шмотками Необделена Зеленка Вначале Потом Под конец Прохождения Всех этих Квестов Будет Вся Синка Практически Ну пару Зеленых Шмоток Наверное Скоро Звук Рога Войны Эхом Пронесется По этим Землям И мертвецы Восстанут Приветствую Шествие Плети Горе тем Кто станет У нас на пути Ты и твои Братья Будут стоять Во главе Нашего войска И когда Следующий раз Я брошу Взгляд на Земли Алого Ордена То увижу Там легионы Акеруса Наступление На новый Авалон Начинается Так Левел Получил Командир Сил Плети Таланор Ожидает Тебя Бла-бла-бла Будет ждать Тебя внизу Отлично На пятьдесят шестом Ну да Пятьдесят шестой Левел У меня Сейчас Вроде бы Я хочу Обилки Нет Видать на пятьдесят восьмом Только можно будет Распределить их Что странно Потому что Странно Так Ты значит Вот Чем еще Немножечко Халява Для ДК Это то что У них сразу Есть вот такой Летающий маунт И коняшка Война Началась Рецепт смерти Я немедленно Прикажу Подать Для тебя Самого Быстро Крылого Грифона Который Отвезет Тебя В разлом Смерти Хаос Смерть Разрушение Ты станешь Их Глашатаем Или Глашатаем Как там Правильно Разлом Смерти Наша Плод Под Акерусом И Плацдарм С которого Начнется Наступление На Алый Орден Бла-бла-бла Доложите О своем Прибытие Ты что А Ты простой Я думал Что это тоже Игрок Но нет Оказалось Что Слушайте Среди них Я по-моему Самый лох У меня всего 5300 ХП А у этих Слушайте Быстрее Летит Намного Раньше Он медленно Облетал Тут А сейчас Буквально За пару секунд Меня довез Смотрите 6500 ХП У меня всего 5300 Так Ну что ж Сдаем Куэст Куэст Сдать Это всегда Приятно Наверное Это Принц Валанар Он будет Одним Из боссов В Цитадели Ледяной Корой Собственно Ну их там Будет Трое Они Три брата Валанар Какой-то Там еще И Какой-то Там еще Ты это Чувствуешь Свежим Мясом Запахло Не иначе Алый Орден Подобрался Ближе Ты что Путь что ли Ээээ Фрэшмид Нет Ах Прошу прощения Рыцарь Смерти Вряд ли Тебя интересуют Мои кулинарные Предпочтения Ты ведь Прибыл Сюда По делу Готов Повести За собой Наше Войско Знаю Готов Король лич Все мне о тебе Рассказал Что ж Время битвы Настало Они сейчас Стоят у стен Разлома Смерти Тщетно Пытаюсь Держать Наш Натиск Чтобы Выиграть Время Для спасения Лошадей Рудников Лесопилок И рабочих На их Примере Я преподам Тебе Первый Урок Военного Искусства Плети Битвы Выигрываются Страхом Отправляйся К их Передовым Отрядам Осадившим Нас На юге И убей Крестоносцев Алого Ордена Их тела Мы используем Для создания Собственной Никого не напугать Но смерть Безвинных Людей Посеет Страх Это вообще Довольно Сомнительное Утверждение Потому что Ну плеть Она как бы Всегда была Такой Излюкой И они Всегда всех Убивали Как удачно Что в двух шагах От этого Ванпоста Есть конюшня Ордена Хотя они Тщательно Охраняют Своих Лошадей Такому Одаренному Молодому Рыцарю Смерти Не состоит Труда Сломить Их Сопротивление И забрать То что Принадлежит Нам по праву Как только Уведешь Лошадей Из тихоземских Стоил Приведи ее Ко мне Я постараюсь Превратить ее В черного Боевого Коня Скелета Достойного Того чтобы Носить на себе Рыцаря Смерти Запомни Не пойман Не вор И остерегайся Их бешеного Конюшенного Китрика Какой еще Китрик Я знаю Такой Патрик Он в спанчбобе Такой С синдромом Дауна Геморрой Ходящий Не знаю Как его Называть Хуль ты тут Катаешься На своей Черепахе Думаешь Ты клевый Что ли Думаешь Ты лучше Меня А вот В нос Тебе Перну Сейчас Че Ты думаешь Ты лучше Меня Да Думаешь Ты лучше Меня Ты блядская Фея А не Рыцарь Смерти Ну это Про вампиров Было У комедианта Ну Это тупо Ты рыцарь Смерти Блядь Хуль ты на Черепахе Ездишь Дебил Те коня Че Просто так Дали Вонючий Гоблин Ненавижу Гоблинов Затмитили Небес Это Безмозглые Големы Созданные С одной Целью Убивать Им приказано Уничтожать Всех Мужчин Точно Големы Точно Големы Мужчин И женщин Пытающихся Спастись Бедствуем Из тихоземья Нельзя допустить Чтобы эти Трусы Нашли Прибежище В новом Аволоне И снова Взялись Оружие Однако У нас Возникла Одна Небольшая Проблема Сотмитили Вооружены Саранитовыми Стрелами Наносящими Наибольший Урон А саранит Это Очень редкий Металл Который Добывают Только В Нордсколе Так что Его запас Весьма И весьма Ограниченный Принеси Мне Использованные Стрелы И я Вознагражу Тебя Щедро Принять Где-то Еще Вроде Один Квест Был Нет По-моему Да А вот Ты А это Мудак С котлами Вроде А Валькирия Алрун Зовущая Битву Но это Не та Валькирия Которая В Испитании Крестоносцев Будет Ритуал Вызова Смерти Родился После Победы Короля Лича Над Иледаном Ярости Бури В самом Сердце Ледяных Пустош И Каждый Рыцарь Смерти Должен Пройти Это Испытание С честью Найти Других Рыцарей Смерти Акеруса И вызови Их На дуэль Они Должны Принять Твой Вызов И Сразиться В Смертельном Поединке Во имя Плети И Короля Лича Да Вот Это Я помню Так Ты Дуэль Сука Нечестно У него ХП Больше Ты Потерпишь Поражение Ты Потерпишь Боль Не знаю Что Придумать Вот Так Вот Вот Так Вот Не очень Мне нравится На самом деле Анхоли ДК У него Конечно Руны Нечестивость Или как Они там Не помню Руны Смерти Они Перерабатываются Практически От всего Что только Можно Но Вот За Блада Если играть То там Есть такой Смертельный Удар Который Много ХП Например Регенит Но Я кстати Всегда Бладом Играл Раньше Да Когда только Вышло Я Сразу же Начал играть За Блад ДК И Что я хочу Сказать Мне нравился Этот спек Хотя Самым топовым Был Анхоли В плане Дамага Потом Самым топовым Был Фрост Потому что Его как-то Там Улучшили Но я Всегда Ходил В Бладе И очень Расстроился Когда в Катаклизме Блад Спек Сделали Танковым Собственно А Анхоли Который Раньше Был Который Раньше Был Не Танковым А Блять О чем Это А Фрост Раньше Был Фрост Танковым А Анхоли Нет Смотрите Я справился И Потерял Всего 5% ХП Надо же Возможно Я Клевый Но это Связано С тем Что я Начал Бой С большим Количеством Рун Рун Смерти Вот Еще Бо У меня Энергия Рун Не Кончалась Было Вообще Зашибись 3 2 1 Давай Вот Сейчас Ты Огребешь Да Рыцарь Рыцарь Смерти Нравится Мне Как Класс Он Не Знаю Интереснее Многих Других Классов На мой Взгляд Конечно Ну вот А теперь Нам Придется Отпиваться Есть Грибочек Который Можно Съесть Грибочки Не Всегда Интересно Как у Джек Фроста Не Было Камня Возвращения Если Если Он Дается Сразу Камень Возвращения Вот Он А Джек Фрост Мне Втирал Что У меня Нету Камня Возвращения Видать Он Еблан Не Знаю Как Еще Его Назвать Но Что То Такое По Приглашать В Гильдии Наверное Мое ДНД Понравилось А Я 55 Левел Получил Или Я Вообще Не Получил Левел Нет Все Так Надо Наверное С Опытом Вернуть Эту Менюшку Чтобы Я Мог Видеть Какой Там Левел Я Получил Какой Не Получил Вот Теперь У У меня Есть Пол Панель Полоса Опыта То есть И она Показывает То Что У меня Еще Нету 56 Что Странно Хотя Нет Все Правильно Наверное Я еще Не Заслужил Но Этот Квест Мы Дадим Сразу Здесь Возможно Она Даст Нам Новый Какой Валькирия Она Такая Секси Для Тех Кто Любит Прозрачных Телок Наверное Не Знаю Так Собственно Пвп Тринкет Нам Сразу Жидают Тоже Халява Но У него КД 5 Минут Это За Дешевый Дешевый За Хонор Так Слушайте Ну Что Я Понял Я Понял То Что Это Крайне Тупая Хрень И У меня Есть Конь Причем Любой Конь Который Я Захочу Судя По Всему Да Так И Есть Я Хочу Ну К сожалению У меня Еще Нету Коня Рыцарь Смерти Так Что Придется Оседлать Черепашку Будем Ездить На Черепахе Пока Хотя Вообще Сейчас Я Не Должен Как То Вообще На Черепахе Ездить Крадено Лошадей Вот Я Должен Этот Квест С Лошадью Выполнить И После Этого Мне Дадут Коняшку На Которой Я Смог Бы Ездить Упырье Керуса Пвп Режим Почему То Включен Но В принципе А Он Выключен Но Это Типа Пвп Территория Все дела Так Давайте Начнем С Кражи Коняшек Что-то Поздно Ты прорисовалась У меня Мадам И Полоска ХП У тебя Как-то Поздно Появилась Довольно Долго Я их Убиваю Но Дамаг Они По крайней Мере Не Наносят Вообще Так Слушайте Ну у них У некоторых А Ну это Крестьянин Так Вот Коняшка Например Коняшка Украсть Коняшку Я Украшу Коняшку Супка Так Ладно Придется Сначала Убить Этого Так Нужно Слушайте Ну Так Это Отличное Начало 80 тысяч ХП Слышь Гондон Нечестно Валькирия Воскрес Да Так Ладно Тебя Я не боюсь 80 тысяч ХП Напал На меня Вы Посмотрите Какой Он Хулиган Нет Эти руны К сожалению Не такие Удобные Хотя Потому Что Тут Не пишется Блять Сколько Секунд Да Ты Издеваешься Надо мной Гондон Отъебись Отъебись Сука 80 тысяч ХП Почему У них На обороне Такие Крутые Чуваки Стоят У Их Еще И двое Теперь Почему У них Такие Крутые Чуваки Стоят На обороне Но при Этом Вот тут Зай Выделись Где Блять Смысл Где Блять Логика Если честно Не помню Таких проблем Раньше Чтобы были Они Так Что у нас Тут Передача Украденной Лошади И Голоп Давайте Голоп Холоп Не помню Что бы раньше Такие проблемы Были у меня Когда я выполнял Первый раз Этот квест Ну Видать Видать Был неправ Так А кому Здесь передать Украденную Лошадь Тебе Хочешь Ну Вот Теперь Надо сдать Квест И Завершить И Взамен Это Так Я Отвел Украденную Тобой Лошадь В долину Теней Именно там Мои верные Наездники Оборвут Его Смертную Жизнь И воскресят Как коня Смерти Хватит ли тебе Сука Как вы меня Доебали Хватит ли тебе Смелости Самому Забрать его Из долины Теней Если покажешь Пожалеешь Я Что если пожелаешь Я отправлю тебя В загробный мир Как только Окажешься на месте Найди Темных Всадников На полях К югу Отсюда Чтобы получить Полную Власть Над своим Конем Убей Наездника Забери Его Скакуна И приведи Обратно В разлом Смерти Вызви меня Если тебе Улыбнется Удача Так Итак Что-то Что-то Он задумал Куда-то В долину Каких-то Теней Надо Ну ладно Я просто Не помню Уже Этот квест Просто Видите Это квест На получение Коня Раньше Такие квесты Были Например У паладинов Паладинам Раньше Не давали Коняшку Просто Так Паладины Раньше Должны Были На Сороковом Уровне Идти Выполнять Сложную Цепочку Квестов Потом За это Им давали Коника А То Что Сейчас Происходит Это Полный Пиздец На Двадцатом Уровне Учишь Верховую Езду За Один Голд И Все После Этого Ты Можешь Бля Я не знаю На любом Маунте Который Там у тебя На Мэйне Или Еще Где Нибудь Сверху На почтовом Ящике Лежит Пачка Писем И Свиток Свитков Что-то Нужно Сделать Сорнитая Стрела Убита Этих Испытание Всадника Пройдено Но Я так и не понял Где это Испытание Всадника Я должен Коня Найти Или Че Че Я совсем Запамятовал Короче Тут Всякие Мудаки Которые На меня Даже Не нападают Может Вот так Вот Сделать Да Так Определенно Проще Ну Я думаю То Что Чтобы Исправить Эту Оплошность Близом Достаточно Было Сейчас Просто Запретить Верховую Езду ДК То То есть Вот Квест Когда он Получает Коня Тогда Он Должен Получать Возможность Верховой Езды А они Сразу Дают Верховую Езду Может У меня Какой Нибудь Нет У меня Ничего Нет Такого Особенного Так Что Ну Я Прям Не знаю Испытание Всадника Пройдено Так 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 Если вам Удастся Так Убить Темного Всадника А И забрать Его Скакуна Ёпты Так Это Темный Всадник Где Тут Ближайший Эй Темный Всадник Дай Скакуна Погонять Сотрите Рецарь Смерти Да Показал Я вам Что умеет Рецарь Смерти Отсасывать Умеет Покажу В следующий Раз Коник Купила Мама Коника Так Вызов Всадника А Ну То есть Понятно Нужно Просто Нужно Бежать О чем Я говорил О том Что не Продумали Да Точно Не Продумали Близ Этот Момент То что Я могу Сесть На Бляску Черепаху Еще До того Как Этот Квест С Конем Выполнили И Вообще Должны Запретить Использование Рыцарем Смерти Маунтов Пока Это Ну Пока Не Закончится Цепочка Квестов Там На 58 Уровне Ну Все Теперь У меня Есть Он Он У меня Да Он Теперь У меня Есть Дай Мне Коня Я Буду Правильным Рыцарем Смерти Не Буду Ездить На Блядской Черепахе Кстати Пополнил Свою Конюшню На Одну Конику Только Что Где Она Есть Только Надо 50 Мне Нравится Дракон Альбинос Который Дается За Ачивку 50 Маунтов У меня Уже 31 Вроде Есть Да Ну Это В принципе 50 Сейчас 50 Достать Не так Уже Сложно Когда Я В Личе Делал Эту Ачивку Это Было Еще Сложно Для Меня Во всяком Случа Хотя Уже Тогда Даже Делали Ачивку Максимальная Была Тогда Сейчас 50 Маунтов Это Так Два Пальца Обоссать И Обаспальт Я Пожалуй Даже Зря На него Трачу Доты Потому Что Его Можно Автоатакой Обычно Убить Вот Что Я Хотел Показать В тот Раз Хер Рак Скорпион Сказал Что Там Он Сказал Короче Я Опять Не Помню Что Сказал Скорпион Ну Вот Не Круто Не Хватает Одного Кулдауна Рун Чтобы Убить Всех Не В смысле Убить Всех А Убить Врага Убита Крестоносцев А Еще Надо И Крестьян Убивать Что Ты Думаешь Ах Ты Бледина А Капитанов Надо Убивать Эй Капитан Капитан Относится Крестоносцам Почему Ну Ничего Страшного Крестоносцы Тоже Люди А Крестьян И Крестьян Я 5 Убил Как-то Странно То есть Крестьяне Это Крестоносцы Это Крестьяне А Мне Защитывают Килы Крестоносцев Что Вам Не Кажется Это Немного Странным Потому Что Ты Доебал Видишь Я Играю С Твоим Другом Что Ты Умирать Собираешься Нет Да Надо было Брать Наверное Блад Ветку Хотя Не знаю Сейчас Мне ДК Абсолютно Не Пожертвуйте На благо Церкви И доставят Вас Благодать О Давайте Почитаем Я люблю Читать Всякую Хрень От Религиозных Фанатиков Итак Обращение Верхов О Нет Много Сильно Не Хочу В общем Да Нет Пожалуйста Пощади Нет Так Ну Все Крестоносцев Я типа Убил Теперь Вопрос Что Это За Хрень Такая А Саранитовая Стрела Слушайте Ну что 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 Их тут Мало А Горожанин Да Тихо Я Крестоносцев Убил Уже Нет Они Ну Вы Видели Только Что Стрела Прилетела Попала В колено И Все Чувак Теперь Не Может Больше Воевать Раньше У него Было Все Но Потом Стрела Попала Ему В колено Слушайте Что Это Это Глюк По-моему То Что Тут Куча Стрел В одной Это И Лежит Так Двое Да Уже Сколько Тут Стрел Ну Ну Это Явный Баг Потому Что Ну То 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 Анимация Идет Типа Они Стреляют Стрелой В Горожанина Но Они Одну И ту Анимацию Делают Не Оставляйте Никого В Живых Ну Все Правильно Этим Я и Занимаюсь Мистер Артас Минитил Ну Тут Не Должно Такое Количество Стрел Короче Лежать Вот О чем Я Хочу Сказать Блядь Я Не Хотел Его Обыскать Я Хотел Стрелы Собирать Так Все Стрелы Собраны Ты Умираешь Ты Умираешь Ты Умираешь Я Сказал Ты Умираешь Ты Стоишь И Умираешь Ты Умираешь И И Последний Твою мать О Овчарка Охрененная Овчарка Похожа на Бультерьера Ты Ты Умираешь Стрела В тебя залетит Залетела Отлично Они мне Работу облегчили Она умирает Так Что еще Мне здесь Нужно А все Собственно Надо только Сдать Квесты Пока я Бегу Сдавать Квесты Нужно Сделать Вот так Вот Чик Чик Все Теперь у меня Есть горячая Клавиша Для вызова Коняшки Это важно Это экономит Время На целых Секунду Где-то Если бы я мышкой Тянулся Постоянно А секунда Это вам не Хухры-мухры Это же можно Летсплей Снять за секунду Так Сила Выносливость Крит 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 Собственно А Сопротивлению Могиль Да Но я беру Всегда Вот этот Потому что Он такой Более-менее Красявый Хотя Красный Тоже Неплохой Красный Он неплохой Но он Такой Видите Не сочетается Немножечко С этой Броней Поэтому Я возьму Синенький Кстати У педоэльфов Еще и Самая Уебищная Столица Она Просто Уебищная Из Орды Я имею ввиду Хотя Сейчас Соргримар Мне настолько Не нравится То что Он настолько Мудацкий То что Он Не намного В общем-то Хуже Сила Ловкость Выносливость Сила Ловкость Крит Давайте Вот так Сделаем Итак Хаос Воцарился На этих Землях Орден Пребывает В растерянности Они Отправили Все войска Нового Авалона На защиту Заставы Светы Которая Находится Застава Светы Которая Находится К востоку Отсюда Таким Образом Они Отчаянно Пытаются Опустошить Тихоземскую Шахту И погрузить Все добытые Ресурсы На фрегаты Стоящие На якоре Вдоль Всего Побережья Тебе не хочется Слегка Вмешаться В их Планы Недавно Нас Почтили Почтил Своим Присутствием Сам Готик Жнец Великий Некромант На службе Короля Лича Которого Мы будем Будем Убивать В Накс Рамос Он Привез С собой Небольшой Подарок Который Следует Незамедлительно Вручить Алому Ордену Отыщи Его Он Ждет Твоего Появления Оки-доки Далеко Далеко Да Я о том Что Лосплей На этом Мы закончим Уже Пора Все Таким Что За Письмо От Кого Письмо Данцел Адамс А тут Есть Почта Хотя Почитать Это Письмо Э Почта 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 Нет Почты Нет Значит И Не Прочитаем Это Письмо От Данцела Адамса Кто Бо Это Небыл Наверняка Опять Собираются В гильдию Мне Предложить Вступить В любом случае Если вам понравилось Это видео Ставьте палец Вверх Подписывайтесь На канал Оставляйте Комментарии Вступайте В группу Вконтакте И И И Ждите Продолжение Оно Где-то Рядом Будет Возможно Возможно Оно Будет На следующий День Я не знаю Когда вы Это смотрите Возможно Я уже Умер Все Возможно Передозировка Наркотиков Это дело Такое В общем С вами был Сет И Готик Жнец И До свидания